Давайте начинать. Мы с вами в прошлый раз закончили рассматривать первую лабораторную работу, где изучались основные методы приема по работе по моделированию систем управления на базе среды исполнения Python и Jupyter Notebook. Мы с вами закончили на простейшей системе управления с адаптацией, где используется PE-регулятор для подтягивания состояния системы к некоторому заданному значению. Сегодня мы с вами продолжим и перейдем ко второй лабораторной работе. Она будет касаться метода ACAR. Нам надо будет посмотреть, как реализуется нелинейный закон. На самом деле ничего сложного там нет, это обычная функция. И также посмотреть на систему с интегральной адаптацией, то есть когда в методе ACAR добавляется интегральная компонента для учета решения той же задачи, которую мы решали с помощью PE-регулятора для подтягивания системы к необходимому уровню. Точно так же и в методе ACAR можно применять интегральные компоненты для устранения некоторых статических элементов внутри модели объекта. У нас по-прежнему остается тот же самый объект, то есть это система второго порядка с одним каналом управления, управление массовым расходом для того, чтобы стабилизировать давление в камере. То есть такая простейшая компрессионная система, которая вентилятор на входе и камера высокого давления. Вот у нас также есть некоторое неконтролируемое возмущение, предположим, какие-то утечки из нашей камеры высокого давления, которые у нас не учитываются в модели. То есть это просто некоторая константа, которая показывает такую постоянную утечку из нашей камеры. В реальности, скорее всего, эта утечка будет пропорциональна давлению, но предположим, что просто некоторая константа. Также мы вспомним, что в первой лабораторной работе мы с вами рассматривали, как можно с помощью пакета символных вычислений произвести расчет закона управления по методу ACAR. Значит, мы его получили. И здесь мы его просто используем уже как некоторую готовую функцию для реализации нашего нелинейного закона. Отдельно мы не будем сейчас рассматривать метод синтеза ACAR, потому что мы уже рассматривали на теоретической части, посмотрели его, как с помощью пакета символных вычислений сделать. Сейчас самый интересный момент – это возмущающее воздействие. Вернее, вот это, да. То есть это некоторая функция от времени, которую мы заранее не знаем, поэтому при реализации нашего нелинейного закона мы должны каким-то образом ее учесть. Единственный способ это сделать – это заменить ее на некоторые средние значения из интервала времени с целью, например, минимизировать эффект вот этой величины. Потому что, например, если она у вас меняется от сотни до двух сотен, то если вы просто ее примете как ноль, как неизвестно, то у вас будет очень сильная вариация. Если вы выберете, например, середину из диапазона допустимых значений, например, 150 поставить, то у вас вариация будет всего лишь плюс-минус 50, что в среднем в 2-4 раза меньше, чем если просто принять эту переменную нулем. Вот, и поэтому здесь тоже закон управления в процессе синтеза, ну, в отличие от того, что здесь было сделано, да, здесь у нас, да, здесь, кстати, тоже это было сделано. Значит, введена дополнительная переменная V0, которая определяет уровень. Вот, и исходная модель, она вот раскладывается на две компоненты, то есть это некоторая, ну, даже, наверное, не V будет, а D, V. То есть это некоторый уровень, например, вот как с примером, что у вас V меняется в диапазоне там от 100 до 200, то уровень – это, например, середина этого диапазона. То есть такое наиболее вероятное значение. Если у вас неизвестно распределение, да, то, скорее всего, наиболее вероятным будет середина. Вот, если у вас распределение известно, то это будет как раз-таки некоторая середина статистическая, то есть что чаще всего возникает, да. Это будет у вас середина диапазона, то есть некоторое константное значение, которое вы знаете заранее. Вот, и к нему прибавляется некоторая прибавка, которая определяет отклонение этого константного значения. Вот примерно такая история применяется для построения такого регулятора. нельзя сказать что это это конечно не адаптивная система но тем не менее она позволяет существенно минимизировать эффект от этой неопределенности вот а вот эти компоненты которые связаны уже непосредственно с неизвестный неизвестной величиной да то есть на самом деле не в это тут будет dv от т то есть отклонение от в нулевого и здесь тоже будет отклонение от в нулевого а в нулевое это короче говоря известные вот вот эти штуки они просто принимаются равными нулю потому что они считаются неизвестными вот а компоненты связанные с с известным значением они остаются вот таким образом у вас получается закон управления которое можно реализовать уже в виде некоторой программы просто как некоторая формула вот так же здесь есть дополнительные элементы но здесь их нет да мы чуть дальше посмотрим но здесь как минимум один внешний параметр это pd то есть это желаемое значение давления которое необходимо установить он тоже возникает в управлении как тоже некоторые некоторые элементы этой формы вот принципе все здесь все достаточно просто дальше просто используется тот же самый подход что и при моделировании которым рассматривали на прошлом занятии да то есть у нас есть некоторый базовый класс для программе ну программируемого контроллера которым будем реализовывать понятно что это не реальный контроль это просто некоторая такая игрушка с помощью которой вы можете реализовывать для ваших моделей некоторый алгоритм вот и здесь также представим модуль по расчету тоже мы прошли рассмотрели который склеивает кусочки тем самым имитируя некоторой такой дискретность вашего управляющего устройства вот и есть функция которая моделирует собственный сам объект то есть и вместе с ступенчатым изменения вот это вот значение то есть который вот это значение но ступенчатым образом меняется тоже по некоторому алгоритму вот ну и соответственно сама сам сам объект он описывается такой вот функции то есть тут два уравнения соответственно 2 для них выражение то есть мы тут не пишем уже самом деле тут будет не в 0 то будет в то есть в 0 это середина диапазона в так уже реальное значение вот есть модель конечно здесь будет в вот и есть тоже тоже управление которое на каждом шаге будет сюда прибавляться на каждом шаге моделирования вот ну и визуализация результатов тоже та же самая функция что бывает в прошлом занятии вот значит то что новое да это здесь вот собственно 1 1 вариант управления это просто аналитический закон то есть вот та формула которым будут сверху рассмотрели да из нее выброшены вот эти вот элементы связанные с неизвестной с неизвестной компанией доставлен только те которые нам известны значит они вот соответственно вот здесь эта функция реализована просто как некоторая питоновская функция который выдает в каждый момент времени некоторые управляющие воздействия с учетом вот такой вот то есть с учетом известного этого коэффициента g который вы можете сверху сдавать и некоторое значение желаемого давления до который нужно достичь который тоже сюда входит в виде некоторого компонента здесь вот нет на самом деле еще в нулевого то есть оно было принято равным нулю вот такая некоторая недоработка до этой лабораторной в целом вы должны в своей работе будете добавить сюда вот такие компоненты вот ну мы их там посмотрим чуть дальше более сложном законе они появятся вот здесь как бы этого нет но в целом конечно вы должны тоже добавлять сюда ваших курсовых проектах вот в принципе метод такая реализуется достаточно просто здесь главное правильно посчитать вот этот управление которого то в первой лабораторной работе делали и правильно его подставить то есть правильно перенести вот эту формулу вот сюда с учетом всех переменных которые у вас есть то есть у вас здесь у вас конкретные переменные pdm в так далее вот причем вы у вас например неизвестно то есть этот компонент нужно просто выбрасывать вот здесь у вас уже есть там x с индексом 0 и x с индексом 1 да это переменный вектор состояния то есть x0 это у вас давление x1 это у вас массовый расход вот ну и соответственно там чтобы получить доступ к целевой целевому значению да тоже нужно там использовать специальное обращение к самому объекту который хранит себе целевое значение вот есть некоторые такие необходимые манипуляции которые нужно сделать для того чтобы перенести вот эту функцию рассчитанную аналитическим путем в внутрь этой вот программы которые имитируют некоторые управляющие устройства вот в остальном в принципе все опять таки то же самое то есть мы задаем параметры вашей модели это начальное и конечное значение вот это вот неизвестного компонента который будет нас переключаться в процессе моделирования и будет имитировать как раз таки изменения модели объекта изменением в объекте который которым вам необходимо адаптироваться также мы задаем здесь время когда это произойдет изменение вот задаем коэффициент усиления нашего исполнительного механизма тот элемент g который будет некоторую пропорциональную некоторое масштабирование делать наше управляющее воздействие вот наш управляющее воздействие должно меняться от 0 от минус 1 до 1 же определяет как раз рабочий диапазон то есть производит некоторое масштабирование нормировку то сигнал вот и есть еще такие компоненты как целевое значение нашего для нашего давления то есть 055 некоторых условных единицах шаг дискретизации нашего управляющего устройства мы считаем что на 1 пол секунды должно выдавать нам управляющие значимого воздействия на и шаг моделирование то есть десять отчетов в секунду у нас будет то есть можно в принципе вот этими параметрами играться для того чтобы добиться работоспособности вашей системы но понятно что вот эти вот вещи у вас обычно приходит сверху это приходит сверху этого не контролируете вот но понятно что у вас тут такой игрушечный пример на котором вы можете поиграться то есть поэкспериментировать ваша задача получить конце концов некоторую работающую систему ну здесь можно посмотреть да что метод такара он сам по себе не обладает некоторыми механизмами адаптации поэтому как только у вас в 30 через 30 секунд у вас происходит скачок с нуля до двух этого управляющего компонента который нам заранее известен из-за этого у вас видите сразу резко соскакивает система с заднего значения пунктиром показано необходимое значение то есть то что оператор вам выставил и первоначально когда у нас мы считаем что все известно то есть мы предприняли что v у нас равно нулю и у нас начальное значение v тоже равно нулю вот то есть в начале момент времени у нас все четко то есть модель полностью соответствует объекту и мы выходим за одну точку да ну как только у нас произошло изменение в модели объекта но в частности поменялось поменялось значение вот этого вот уровня в первом уравнении у нас сразу система соскочила куда-то в сторону. То есть появилась некоторая статическая ошибка. Ну, кроме того, появилось еще некоторые изменения в модели поведения. То есть если здесь мы, если помните, мы задавали при синтезе некоторую талонную модель системы. Нет, у нас тут была, да. То есть вот она у нас, талонная модель, что значение давления должно по периодическому закону приближаться к заданному значению. То есть когда у нас была полностью известна модель, мы, в принципе, действительно по некоторому периодическому закону, как периодическому первопорядку, мы приближались к одной цели. Как только у нас произошло изменение в модели, в системе, которое не учтено в нашем законе управления, у нас сразу появилась резкая колебательность в системе. Вот, то есть есть целый ряд изменений, связанных с простым изменением этого константного уровня. Вот это особенность нелинейных систем. То есть в линейных такое, скорее всего, не будет наблюдаться. То есть там, как правило, когда у вас константное изменение смещается, у вас смещается только некоторый... Ну, грубо говоря, у вас просто статическим, да, то есть он куда-то в сторону у вас уползает. Вот здесь у вас система нелинейная, к тому же у вас, помимо еще нелинейности самого объекта, у вас еще есть нелинейный закон, где, например, вот эти вот... этот вот компонент, да, он является множителем у квадратичного компонента, то есть у нелинейного компонента. Вот. Из-за этого возникают вот такие вот эффекты, то есть, помимо того, что у вас просто произошло некоторое смещение, у вас еще произошло расхождение оптимального управления. То есть у вас управление, на самом деле, сделало еще хуже, чем было, да, то есть у вас был периодический процесс, который должен был бы просто сместиться в сторону. Вот, например, здесь в P-регуляторе, да, то есть у вас произошел скачок, и система отскочила в сторону. Но потом за счет, там, интегральной компоненты ее чуть подтянуло. Вот. Если бы не было интегральной компоненты, система просто бы куда-то вот сюда вышла бы, да, и осталась бы на статическом уровне. Но при этом сохранила бы общее поведение системы, то есть она бы, ну, осталась бы такой вот системой самого равен. Да, если здесь смотреть, то само управление уже нелинейное, которое обладает кубическими компонентами, квадратичными компонентами, вот. Оно за счет прибавки вот этого константного значения приводит систему в такое резко колебательное состояние. Да, к счастью, это пока еще только сходящиеся колебания, то есть это не расходящиеся колебания, не автоколебания, это просто некоторая колебательность. Но, тем не менее, возникает очень такая серьезная колебательность на исполнительном механизме, то есть здесь все такое не было, он тут более плавно двигался, да. То есть в целом, даже вот, ну, тоже так на будущее, да, что нелинейный закон, на самом деле, если не учитывать вот эти вот возможные изменения вашей модели объекта, то есть что может на ней поменяться, что вы не знаете. Вот если это не учитывать, то может на самом деле стать очень плохо, да, то есть из достаточно такого простого поведения, да, система стала резко колебательной. Вот это такое некоторое предостережение на будущее, да, что если вы начинаете заикаться о некоторых, о создании некоторого нелинейного закона проявления, то есть не пытаетесь брать что-то простое, типа P-регулятора, вот, то вы сразу сталкиваетесь вот с такими проблемами, что как бы ваша неточность в модели, она приводит не только к тому, что у вас чуть-чуть хуже начинает система работать, но к тому, что у вас система в принципе может стать, начать работать неправильно. Это так называемый вопрос чувствительности вашей системы. И это огромная проблема для всех нелинейных законов управления, то, что вам к ним предъявляются более жесткие требования, потому что, когда у вас появляются вот такие компоненты кубические в вашем алгоритме, это значит, что чувствительность вашей системы резко возрастает. То есть любые расхождения с реальным объектом приведут, могут привести к очень серьезным последствиям. Вот, это такое как бы некоторое отступление, да. Вот, но в целом тут про методокар ничего сложного не возникает. Здесь еще раз повторюсь, самое главное правильно вот эту функцию посчитать. То есть, если вы ее правильно сюда перенесете и используете для расчетов пакет символных вычислений, то, скорее всего, проблема у вас не должна возникнуть. То есть методокар он достаточно такой неплохо работающий, то есть, ну, по крайней мере, до момента вот этого изменения, да, у вас все должно быть четко и нормально получиться, ну, чисто из аналитики. Вот, и опять же, повторюсь, главное здесь не напутать ничего с уравнением. То есть с уравнениями объекта, с уравнениями вашего алгоритма управления, с переносом этих уравнений сюда. То есть это вот, здесь нужно просто быть внимательным и научиться это отлавлять. То есть, как минимум, методокар у вас должен получиться, да, ну, единственное, что, вот, сейчас, кстати, проведем эксперимент, да, попробуем просто убрать, сейчас для этого надо будет все перезапустить, попробуем убрать с вами, то есть, поиграть немного с ограничением, да, на управляющее воздействие. То есть здесь у нас, как видите, никаких ограничений нет, мы находимся здесь в пределах рабочего диапазона, то есть, то управление, которое мы выдаем, оно целиком доставляется до объекта. если мы теперь, например, уменьшим коэффициент усиления, ну, здесь он 0,5 был, до 10, то есть до 5 он работал. Вот, мы поставим сейчас до 3, то есть, снизим, да, вот у нас, видите, уже управление выскочило, да, но при этом, как бы, катастрофа еще не случилось, даже на самом деле немножко лучше стало, колебательность уменьшилась. Вот, но за счет того, что, видите, вот эти вот резкие выбросы, которые даются кубическими элементами, они срезаются гиперболическим танницам. То есть, тут тоже такое немножко парадоксальное решение, да, то есть, не решение, в смысле парадоксальный эффект. С одной стороны, мы вроде бы сделали систему хуже, да, то есть, мы рабочий диапазон исполнительного механизма уменьшили. Вот, но за счет того, что у нас система нелинейная, и мы еще создали нелинейный закон, поведение стало, на самом деле, даже чуть лучше. То есть, ушла вот эта вот резкая колебательность. Это связано с тем, что у вас вот этот нелинейный закон, который вы используете, в нем есть куча экспоненциальных функций, которые при расхождении с реальным объектом, они начинают катастрофическое воздействие оказывать на вашу систему. То есть, они на самом деле даже, они ее не ушают, они на самом деле даже ухудшают ее. То есть, более простой регулятор, P-регулятор, он на самом деле даже лучше работает, чем нелинейный регулятор, если в нелинейном регуляторе нет никакого учета адаптивности. То есть, то, что вы заранее там рассчитали, вот здесь у вас шаг влево, шаг вправо может привести к тому, что просто у вас там система становится совершенно неустойчивой. Вот. Ну, если, например, то еще немножко поэкспериментировать, например, сделать вообще еще меньше. Вот. Видите, теперь вообще то есть, просто управление ушло куда-то в сторону. Вот. И при этом просто мы ушли в некоторое крайнее положение. колебательность стала еще меньше, но при этом как бы вы получается тут уже дошли до единички, да, вот если мы поставим например тут тройку, то целевое значение у нас становится где-то 0.75. То есть, за счет уменьшения диапазона, да, у нас статическая ошибка больше стала, но при этом у нас уменьшилась эта вот колебательность, перерегулирование. Вот. То есть, тут тоже нужно иметь в виду, что вот самое главное, да, что в ней в ней в системах расхождение между реальным значением и, вернее, реальной моделью и тем, как реально себя ведет объект, то есть, между моделью, которую вы закладываете во время синтеза и реальным объектом, вот эта вот разница, она может приводить к достаточно серьезным последствиям. Вот. Ну, вот в своих системах, которые вам выданы в курсовых проектах, вы должны будете еще с этим поэкспериментировать, поиграться, то есть, нащупать, попробовать поразбираться, как это все устроено, какие у вас там будут эффекты, то есть, вполне возможно, что при определенных значениях, например, будет просто режим автоколебания появляться, то есть, система будет из крайнего левого в крайнее правое положение, переходите вот туда-сюда колебаться, но мы это в другой системе посмотрим, значит, вот, по аналитическому, скорее всего, тут уже все, тут ничего особенного нет, главное, да, еще раз повторюсь, внимательно переносить эти значения и потом поразбираться с параметрами, то есть, у вас есть основный параметр, это время, то есть, не время, а диапазон, рабочий диапазон вашего исполнительного механизма, то есть, он у вас на графике представлен от минус единицы до единицы, да, но на самом деле он еще умножается на этот вот коэффициент, троечку, то есть, грубо говоря, если вы хотите уменьшить два раза диапазон, да, вы ставите, тут уже у вас будет, соответственно, он будет вот отсюда до сюда влиять, но за счет того, что вы его регулируете через внешний коэффициент, который у вас в модели есть, здесь у вас все время будет от минус одного до одного, но вы тоже можете поиграться с тем, что будет с вашей системой, когда у вас рабочий диапазон будет уменьшаться, то есть, чувствительность к рабочему диапазону, вот, тоже достаточно важное, важное такое исследование, вот, следующее, что мы хотим, что было бы еще полезно изучить, посмотреть, да, это метод ACAR с интегральной компонентой, значит, ну, опять же, как и в предыдущем случае, да, у нас есть неизвестная компонента в том же самом месте, вот, но мы для того, чтобы использовать интегральную компоненту, мы должны предположить, что она будет приближена к постоянной, ну, как здесь, то есть, у нас тут скачкообразным образом менялось значение, то есть, первые 30 секунд у нас было нормальное значение, да, потом она резко скачкообразно изменилась, вот, для таких случаев можно, в принципе, использовать интегральную компоненту в методе ACAR, чтобы компенсировать вот эту вот статическую ошибку, в чем суть этого подхода, в том, что мы его уже разбирали с точки зрения теории, да, теперь немножко так, чуть ближе к практике, то есть, у нас есть те же самые функции макропеременных, что были раньше, но мы добавляем еще одну, то есть, у нас вот эта вот компонента, неизвестная, она входит в уравнение для целевой переменной, для которой мы пытаемся регулировать, для этой переменной мы задаем функцию макропеременных, просто как разницу между текущим значением показания датчика, и тем, которые мы хотим получить в этой управлении. И дальше мы на основе этой функции макропеременных, то есть, если бы мы использовали обычный метод ACAR без интегральных компонентов, мы бы сразу пошли синтезировать этот вот закон внутреннего управления, DM, для того, чтобы получить новую функцию макропеременных, как вот здесь, что это закон внутреннего управления минус реальное значение показания датчика, это будет финальная функция макропеременных, целевая функция, которая будет использоваться уже для синтеза закона управления. Но мы поступим по-другому, мы на самом деле просто суть интегральной компоненты в том, что вы к исходной функции макропеременных, которая синтезируется из расчета, что вы все знаете об объекте, к ней добавляется просто интегральная компонента. То есть, по сути, такой некоторый аналог PE-регулятора, который позволяет вам компенсировать, ну, по сути, оценивать в реальном времени значение вот этого вот элемента. Значит, получается просто простая подстановка, получаем новую функцию макропеременных. И уже ее используем вместе с новой эталонной моделью, да, первой эталонной моделью, используем для синтеза закона внутреннего управления. Значит, закон этот будет уже чуть сложнее, чем у нас был до этого, да, то есть у нас в методе ACAR, у нас закон управления был, на самом деле, не особо сложным, да, он был тут P в кубе, минус P, плюс P, D и так далее. Вот здесь он становится уже сложнее, да, то есть появляется, во-первых, компоненты эталонной модели, здесь появляются компоненты интегральной составляющей, то есть мы вводим новое уравнение динамическое в наш алгоритм, то есть если здесь у нас алгоритм был статический, мы просто некоторую статическую функцию реализовали, да, то здесь при интегральном компоненте у нас появляется новый динамический элемент, то есть новый интегратор, который нам нужно будет в контроллере реализовать. По сути, он опять-таки накапливает некоторое значение ошибки, то есть у нас есть Psi1, которая описывает поведение системы при условии, что мы все знаем о системе, что у нас нет никаких возмущений, вот, и если у нас эта функция, она отличается от нуля, мы начинаем эту ошибку накапливать. Эта ошибка будет прибавляться на каждом такте к значению реальной функции макропеременных, да, которая включает сюда компоненту z, вот, и это, в свою очередь, начнет заставить систему подтягиваться к нужному уровню, то есть сделать так, чтобы Psi1 становилось нулем. Вот простая идея интегральных компонентов внутри метода ACAR. Вот, все остальное, это просто алгебра для того, чтобы вот эту вот простую идею с подтягиванием реализовать с помощью нелинейной функции для нелинейного объекта. Вот, ну, здесь также показано, что вот то, чего нет там в самом начале, да, что V0, как рассчитывается V0, да, то есть это середина диапазона, то есть у нас есть диапазон Vmin, Vmax, то есть возмущение минимальное значение вообще, максимальное значение вообще, мы берем просто середину. Вот, можно придумывать более сложные зависимости, например, если вы знаете заранее распределение шумов, которые у вас существуют, вы можете брать середину распределения, то есть центр масс этого распределения. Вот, ну, мы берем и в курсовых проектах, и в лабораторной просто простую середину диапазона для уменьшения влияния. Значит, закон внутреннего управления получается по методу ACAR, используем вот это вот эталонные модели и вот это вот, вот этой вот функции макроперемен. То есть тут по методу раскрытия производной сложной функции, вот это вот, в это уравнение подставляется Psi2, раскрывается это производная, и из него выражается вот эта вот функция. Да, чисто логибраически мы получаем, каким должно быть, должен быть массовый расход, чтобы давление приходило к желаемому, с учетом того, что есть некоторые неконтролируемые константные возмущающие воздействия. Вот, и на основе уже, зная вот такой внутренний, закон такого внутреннего управления, мы можем сформировать новую функцию макропеременных, которая, по сути, является разницей между вот этим желаемым поведением массового расхода и реальным, реальным массовым расходом. Вот, а дальше, опять-таки, вводится очередная эталонная модель со своим параметром, который определяет скорость движения к этому вот целевому многообразию. И, опять-таки, подставляя сюда это значение, раскрывая функцию по правилу дифференцированной сложной функции, подставляя это значение, да, мы получаем в итоге там такое огромное уравнение, которое в себе содержит вот эту функцию омега, да. И не забываем еще о том, что для того, чтобы сделать аналитический вывод, мы предполагаем, что у нас этого тангенса гиперболического нет, что он равен единице, да, если у нас омега будет меньше единицы, то мы можем такое предположение себе позволить. Вот это, в частности, позволяет нам вот вывести функцию управления, то есть она вот будет такой уже более хитрый вид иметь. Вот, и здесь самое главное, да, обратим внимание, у нас появилась переменная z, то есть наша интегральная компонент. То есть можно сравнить с уравнением P-регулятора, где просто берется ошибка плюс интеграл ошибки, да, ошибка плюс z. Там, не знаю, условно говоря, P плюс z, да, управляющее воздействие рассчитывается, да, то есть такое нелинейное воздействие, конечно, намного сложнее. То есть тут есть интегральные компоненты, то есть мы в алгоритме должны будем обязательно реализовать еще наш интегратор. Вот, и таким образом, собственно, получается вот такой вот интегральный вариант метода Акар. Значит, у нас сейчас время закончится, давайте сейчас перейдем заново, переподключимся, сделаем небольшой перерыв на 5 минут. Продолжение следует... Продолжение следует...